Удобно. Вы можете в таком случае взять себя за боли. Самое главное здесь округлить спину и создать вот эту пунктирную линию от стопы до места между лопатой. И наше внимание сейчас направлено как раз на мышцы, приводящие лопатой. Это руповидная и средняя порция тропинции. Что здесь делаем? На ток давим стопой в руки, а областью между лопатой тянемся назад. Либо все время сохраняя вот это протяжение, либо расслабляясь с выдохом. И с активным вдохом выдавите ладону стопой в ладони и круглой спиной в противоход тянетесь назад. И с выдохом расслабляйтесь. Либо просто спокойно выдохнувшите и все время занятесь. Теперь стопа этой же ноги перемещается в зад лево. Здесь можно сесть так, чтобы вы смогли обе половинки таза обрустить на ногу. И на макушке потянуться вверх. Затем полируемся направо, увидите левую стопу. Тоснуться пальцами пола симметрично по краям двусторонних стопы. Затем выведем на свою вверх, вдохнуть. На макушке, округляя спину, могло бы тянуться к левой стопе. Выпрямиться и повторить еще два раза. А вдруг вы промахнулись и голова у вас не к стопе, а к полу, допустим, или руки стоят в себе в плече. Сейчас поправьте все это вдох и с выдохом наклонивайтесь. Третья попытка уже заключительная. На вдох максимально вытягивайтесь. И на выдохе остаетесь с этим положением спины. Что здесь? Правая ягодица. Левая половина спины, во многом разгибателе, позвоночник с этой стороны и дыхательные мышцы, межбиоперные мышцы. Каким образом? С помощью дыхания. Сделайте глубокий вдох, максимально наполняя живот и грудную клетку воздухом. Посмотрите, почувствуйте сопротивление границ своего тела, с выдохом расстанавливайтесь и макурой, и тянитесь еще больше в стопе. Нахин еще два, дыхательные мышцы, делаем вдох. Делаем вдох еще один раз, еще один раз, я смотрю на вас. Делаем вдох, мы растягиваем эти мышцы между ребрами, мышцы брюшной полости, в основном со стороны спины и со стороны левого бока. Плавно вы приметитесь. И что делаем дальше? Продолжаем работать с левой стороной широчайшей мышцы. Правую стопу мы перемещаем диагональ примерно на 45 градусов. Если представить, что мы сидим в центре квадрата, то это верхний правый угол. Левая нога более устойчива, более удобна. И левой рукой нужно взяться за стопу. Прям хорошо и крепко. Важно, ваша правая нога встает с соглашением. 90-100 градусов примерно будет. Позвоночник сгибается, растягивая левую половину. Правая рука устойчива, стоит. Увеличение площади рукой. И так же, как мы уже делали, мы с тобой давите руку, а круглой спиной тянете.